4 SSD, 10 игр, 50 тестов и 170 замеров. Все это, чтобы основательно и однозначно ответить на следующие вопросы. Насколько же M.2 SSD быстрее SATA SSD в играх? Насколько дорогой SSD лучше бюджетного? Влияет ли объем SSD на скорость его работы? И какой именно SSD нужен, чтобы избавиться от микрофрезов? Ответы на эти и многие другие вопросы будут в сегодняшнем видео. В этом видео мы будем сравнивать разные SSD, несмотря на их большие отличия в объеме памяти, ценовом сегменте и технических характеристиках. Основные цифры характеристик у вас на экране, однако помните, что почти все характеристики идут со звездочкой, потому что на каждый параметр есть много условностей. Так что все SSD разные, но наши тесты всех уравнивают. Мы будем сравнивать между собой SSD накопители, отличающиеся интерфейсом подключения, а как следствие и форм-фактором, и разъемом, и протоколом взаимодействия. Поговорим про тесты. Я скачал игры и закинул все 600 с лишним гигабайт на 970 и на 870 Эва. Таким образом, на момент тестов эти накопители были загружены на 70%. Так как на дешевых SSD объем памяти всего 250 гигов, а на XPG половина пространства занята виндой и программами, то я копировал по одной игре на каждый дешевый накопитель, проводил замеры и затем удалял эту игру. Ведьмак 3. Дикая охота. Результаты здесь получились крайне однообразными, без явного фаворита и аутсайдера. При этом четко видно, что максимальные настройки требуют значительно большего количества времени для загрузки, независимо от SSD. Need for Speed Heat. Самые неоднозначные результаты были при первом запуске игры. Значения варьируются здесь от 49 до 57 секунд на минимальных настройках и от 56 до 68 на максимальных. Явным фаворитом тут стал SATA SSD 870 EVO. Еще удивительнее получилось тестирование загрузки игры на максимальных настройках с разрешением текстур в 200%. Samsung 970 EVO Plus провелся за 50 секунд, а ADATA SU-155 за 55 секунд. В обоих случаях это казалось даже быстрее, чем соответствующие загрузки на просто максимальных настройках. Ну а в остальном результаты тестов были плюс-минус похожими. Cyberpunk 2077. Включенная трассировка лучей увеличивает время загрузки в два раза. Однако это увеличение пропорциональное, и относительные результаты среди всех SSD остаются практически одинаковыми. Общие результаты показывают, что дешевый SATA SSD ADATA SU-655 немного отстает от своих конкурентов. Death Stranding. Samsung 970 EVO Plus внезапно оказался аутсайдером. Возможно, в повторной попытке он показал бы лучшие результаты, но у нас все жестко. Есть только одна попытка. Это даже более реалистичный расклад, который отражает общую картину всех тестов. Battlefield 1. А в этой игре уже 870 дольше всех загружал минимальные настройки, но при этом быстрее остальных загрузил игру на ультра-настройках с разрешением текстур в 200%. Остальные же результаты ничем не отличаются от предыдущих. Плюс-минус все равны. Dainlight. Здесь единственным интересным моментом стала повторная загрузка, которая вызывает удивление. 4 накопителя, 4 одинаковых времени вплоть до миллисекунд. Metro Exodus. От одной игры к другой картина не меняется. Результаты немного отличаются, но это совершенно незначительные отличия. Elden Ring. Тут я уже провел просто один тест, чтобы был, потому что даже самая первая загрузка длится 6-7 секунд, что сущие копейки, а считать эти копейки, ну это просто бессмыслица. Tomb Raider. Здесь у нас явный лидер Samsung 870, а явный аутсайдер Adata SU 655. Основные тесты времени загрузки игр проведены. Если сложить все время всех тестов для каждого накопителя, то технически в тестах победил Samsung 870 EVO, второе место получает 970 EVO+. Третьим стал SSD Adata SU 655, ну а на последнем месте XPG-SX8200 PRO. Прекрасно? Все ясно и понятно. Дорогие лучше дешевых, а обычный SATA SSD оказался даже лучше, чем модный M.2 накопитель. Как бы не так. Давайте заглянем немного глубже. Если взглянуть на результаты по баллам, то у нас будет вот такая таблица данных. Если не поняли к чему я, то давайте отразим разницу в процентах. Настолько ли теперь убедительна разница между этими накопителями? Меньше процента между 870 и 970, а результаты в дешевом сегменте вообще на десятую часть процента отличаются. Ну, теперь-то точно, наверное, все ясно, да? Дорогие немного лучше дешевых, в принципе нет смысла переплачивать за дороговизну, ну, а от M.2 нет никакого толку и этот NVMe протокол не помогает, поэтому можно обойтись с SATA SSD. Да как бы снова не так. В этом-то вся и проблема таких сухих тестов. В прошлом видео на этом моменте я и остановился. Но сейчас мы пойдем дальше и рассмотрим кейсы, когда реально есть разница между SSD. Один из ключевых пунктов, почему покупают SSD для игр, это избавление от микрофрезов. Вот это Ведьмак 3 на HDD. Запускаем игру, тут же начинается замес и мы видим кучу лагов, пока игра не прогрузится полностью. На любом из SSD подобного эффекта не наблюдаются. Но вот на примере NFS Heat микрофрезы появляются постоянно на любом накопителе. Я сравнил результаты на Samsung 970 EVO+, и на ADATA SU-655. Я бы сказал так. Вот по собственным ощущениям, на дорогом хорошем M.2 SSD этих микрофрезов как бы меньше. Однако плацебо это или нет, выяснить очень сложно, ввиду проблематичной симуляции одинаковых игровых ситуаций. А вообще, проблема микрофрезов заключается ведь не только в накопителе, но еще и в нагрузке на видеокарту. Сам этот микрофрез, он возникает в случае, когда в кадре появляется большое количество объектов или эффектов. И вот пиковая нагрузка в моменте превышает максимальные ресурсные возможности видеокарты. И вот в этот момент происходит краткосрочное проседание FPS. И вот многие под прошлым роликом писали, что надо тестировать в онлайн RPG. Якобы вот там вот все решает SSD. Есть у меня тут одна игра, называется Pass of Exile. При тестировании на XPGSX 8200, на ADATO ISU 655 и 870 EVO, везде были лаги вот в самом начале карты. Спустя пару секунд эти лаги проходят, и больше ты про них не вспоминаешь. Тут уж скорее стабильное интернет-соединение важно. Однако, при тесте именно M.2 SSD 970 EVO+, мы видим вот такую вот картину. А именно, лагов нет. Я несколько раз попробовал повторить историю с лагами именно на 970, но ничего из этого не вышло. Лагов просто нет. Вот в этом тестировании уж точно видно преимущество хорошего M.2 SSD над всеми остальными. Ладно, окей, с микрофризами тут у нас все ясно. Но есть еще эффект до загрузки текстур. Берем все тот же наболевший NFS-хит с его оптимизацией, устанавливаем максимальные настройки с качеством текстур в 200%, переходим с одной локации на другую и начинаем вести отсчет, пока все элементы окружения загрузятся до своего финального значения. В процессе видно, как текстуры высокого разрешения загружаются в несколько этапов. И сравнивая M.2 SSD 970 и SATA SSD ADATA можно увидеть, что разница во времени составляет внушительное количество секунд. А поэтому еще одно очко отправляется в пользу неявных плюсов хорошего M.2 SSD накопителя. А теперь несколько тестов с копированием файлов. В этом кейсе я копирую больше 600 ГБ с 970 EVAN на 870 EVAN. В таких тестах важно не то, откуда мы копируем, скорее, а куда копируем. Ну, соответственно, это зависит от типа SSD M.2 или SATA. И вот в этом тесте у нас скорость копирования стабильно держится на отметке в 500 МБ в секунду, что полностью подтверждает факт про 870 EVAN на 1 ТБ, то даже после заполнения кэша скорость все равно не падает ниже заявленной. Более того, скорость не падает и по мере заполнения SSD. Так что это просто великолепный результат. А вот это примерно похожий тест с копированием большого количества данных. Ну, я вот игру копирую с M.2 XPG, который дешевый на дорогой хороший M.2 970. Первые 10 ГБ копируются на скорости в 1600 МБ в секунду, а затем после заполнения SLC кэша скорость падает до 600-700 МБ в секунду и не падает ниже. В принципе, это именно тот результат, который подтверждают многие тесты в интернете. Так что здесь можно сказать, что дорогие SSD получают твердую пятерку, а вот с дешевыми SSD все не так радужно. При копировании с M.2 970 на M.2 XPG практически сразу скорость падает до 250 МБ в секунду. Это обусловлено малым количеством слоев NAND памяти в данном накопителе, но это в свою очередь результат малой емкости накопителя, всего 250 ГБ. Кроме того, на этом накопителе осталось мало свободного места, поэтому можно предположить, что SLC кэш уже не может отрабатывать так эффективно. А при копировании с 970 EVO+, на ADATA SU-655 ситуация немного другая. Первые 50 ГБ копируются на нормальной скорости в 500 МБ заявленной, потому что накопитель изначально был пустой, но и SLC кэш отрабатывает как надо, имеет полный объем. Однако после скорость падает почти в 10 раз, до 50-60 МБ в секунду. Причины этого все те же. Низкое качество памяти, контроллера, малый объем. Справедливости ради, конечно, стоит отметить, что не часто такие файлы перекидываешь, но согласитесь, если бы похожий график падения скорости прилагался к каждому накопителю на маркетплейсах, было бы намного проще выбирать SSD для себя. Однако, даже это не было бы достаточным сравнением, чтобы однозначно ответить на вопрос, какой накопитель лучше. Правда, слишком уж много факторов, параметров и условностей. Исходя из всех проведенных тестов в этом видео и в предыдущем, ссылочка, если что, есть в описании, можно сделать следующие выводы. Если мы покупаем SSD для игр, то тут мы теперь точно знаем, что загрузка игр и локаций на SSD значительно быстрее, чем на HDD. То же самое касается и микрофризов. Здесь SSD на все 100% лучше, чем HDD. Поэтому при наличии SSD, игры надо ставить именно на SSD. А сравнивая же SSD между собой, при загрузке игр и локации, все накопители, будь то дешевые, бюджетные, с малоемкостью, или же дорогие, хорошие и надежные, результаты будут примерно похожими. Это мы увидели на ряде тестов. Это утверждение справедливо, только если мы говорим, что рассматриваемый накопитель не используется для операционной системы и файла подкачки. То есть винда у нас вообще на другом носителе каком-то, а игры на рассматриваемом носителе. Если же устанавливать игры на тот же носитель, на котором находится операционная система, то тут любой M.2 SSD с поддержкой протокола NVMe покажет себя лучше, чем любой SATA SSD, будь то дорогой или дешевый. Тем более в ситуациях с включенным файлом подкачки. Почему происходит именно так? Здесь две основные причины. Первое, это высокие показатели предельных скорости чтения и записи на M.2 накопителе, но и всякие фишки, именно PCI шины, NVMe протокола, которые умеют грамотно распределять нагрузку. Если мы говорим про перезагрузку локации или повторный запуск игры, в большинстве случаев происходит меньше обращений к накопителю, чем при первом запуске, потому что часть необходимых данных для игры уже находится в оперативной памяти, а поэтому разница между разными SSD будет еще меньше. Что же касается микрофризов, то они всегда были и будут в любом накопителе. Вопрос лишь в том, заметны они глазу или нет. Тем более, наличие микрофризов обусловлено не только лишь качеством накопителя, но еще и параметрами самой системы и оптимизации игры. Мои тесты показали, что дорогой и качественный M.2 SSD Samsung 970 EVO Plus лучше справляется с микрофризами, чем все остальные участники тестов. Текстуры грузятся на глазах. Этот эффект присутствует в играх, записанных на любой SSD. Но хороший M.2 SSD прогружает текстуры высокого разрешения намного быстрее, чем дешевый бюджетный SATA SSD. И важный, заключительный пункт по играм звучит так. Хороший накопитель, это важно. Но не менее важна сама система. Процессор, оперативная память, видеокарта, иногда и материнская плата, потому что, как мы выяснили, разницы между SSD практически нет. А это, стало быть, говорит о том, что вся скорость загрузки упирается в возможности самой системы. Будет лучшей системы, будет быстрее скорость загрузки. Что же касается остальных тестов, у нас тут следующие выводы. При копировании больших объемов данных с одного накопителя на другой, дорогие SSD показывают значительно лучшие результаты, чем их дорогие аналоги. Ну и это также обусловлено еще и объемом самого накопителя. Чем больше объем SSD, тем выше скорость накопителя при заполнении SLC кэша. Мы можем разбить вопрос на составляющие и однозначно сказать, что? Во-первых, операционную систему лучше устанавливать на M.2 SSD с поддержкой NVMe, чем на SATA SSD. Чем больше будет буфер в SSD, тем лучше. Если есть статический SLC кэш, это большой плюс. А если еще есть отдельный чип DRAM буфера, ну это вообще шикарно. Чем больше объем SSD, тем больше слоев NAND памяти, следовательно у нас выше общая скорость записи после переполнения буфера, ну и следовательно выше общая скорость накопителя. Если нам нужно решить проблему микрофрезов в играх, то тут подойдет хороший M.2 SSD с поддержкой NVMe. Ну, а скорость загрузки в играх в основном упирается в производительность самой системы. Так что берем любой SSD, главное не HDD, и вот вам счастье. Ну, а теперь послесловие. Лично я при выборе SSD расставлял бы приоритеты в следующем порядке. Во-первых, смотрим на объем. Чем больше объем, тем лучше. Затем уже нужно смотреть качество, за которое мы переплачиваем, получая DRAM буфера, статический SLC кэш, много динамического кэша, хорошего производителя чипа и контроллера. Ну, а после того, как мы определились уже с объемом и с качеством, идет форм-фактор. Если есть возможность воткнуть в материнку M.2, то, конечно, стоит брать M.2 накопитель. Но тут не забудь взять радиатор для охлаждения. Ну, и также пару советов при покупке SSD. Для винды нужно брать M.2 SSD. В принципе, любой SSD на 128 и 256 гигов вообще не смысла покупать. Сейчас 500 это вот минимальная планочка, а оптимальная хотя бы 1 терабайт. И при выборе SSD внимательно надо изучать спецификацию. Наличие DRAM памяти, наличие статического SLC кэша, какой там динамический кэш. Также надо смотреть на производителя самих чипов памяти и производителя контроллера памяти. Конечно, голова кругом пойдет от такого количества данных, которые зачастую не пишут еще на маркетплейсах. Поэтому, перед покупкой, обязательно почитайте пару статей в интернете о том накопителе, который собираетесь покупать. Поверьте, это может сэкономить огромную кучу вам нервов, денег и времени. Ну, а что касается тестов, то здесь участников я расставил бы в следующем порядке. Первое место я отдал бы 970 EVO+, на втором месте 870 EVO, затем следует ADATA XPG SX8200, и на последнем месте у нас ADATA SU-655. 970 EVO+, я буду использовать под операционную систему, программы, файл подкачки и проекты по программированию. 870 EVO я буду использовать для проектов на YouTube, для личных данных и прочего хлама. А XPG, ну, его же не выкидывать, сюда можно игры закинуть, но в моем случае он будет чаще пустовать. Либо же это пространство я выделю под временные файлы или пререндер Premiere Pro. Кстати, мне потребовалось выделить 50 гигов на файл подкачки, чтобы все исходные материалы могли корректно загрузиться. Пока я этого не сделал, у меня тупо проект не мог запуститься в Premiere Pro. Ну, а что же касается ADATA SU-655, то этот накопитель переедет в мой старенький ноутбук. А оставшийся HDD я тоже вытащу из сборки. Буду его использовать для дампов архивов. Лично я для себя ответил на все вопросы. А для гиков предлагаю двигаться дальше на просторы интернета, где есть куча статей с сотнями тестов вдоль и поперек каждого накопителя. Ну, а мы еще увидимся. До скорой встречи.